Сбор денег для Вики Филатовой – одно из мероприятий благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости», которая стартует в Ленинском городском округе 1 декабря. И сегодня мы поговорим с председателем Координационного совета общественных объединений Феликсом Жемалиевым. Здравствуйте, Феликс. Добрый день. Расскажите об этой акции, о истории ее появления, с чего все начиналось. Ну, мы у нас в Ленинском районе, еще тогда в Ленинском районе, открыли эту акцию в рамках всемирной благотворительной акции «Щедрый вторник». И как-то постарались ее растянуть на неделю, потому что все-таки за неделю можно больше благополучателей одарить и больше всего собрать. Соответственно, это для нас уже четвертый сезон, назовем так. Итак, несмотря на то, что ситуация сейчас с пандемией коронавируса обстоит так, но это не говорит о том, что нет необходимости поддерживать наших людей, которые, в принципе, уже ждут помощи. Действительно ждут, потому что это реальная помощь, которая оказывалась, я вам по итогам прошлого года даже скажу, то, что порядка полутора тонн продуктов только было собрано и раздано людям из малообеспеченных семей. Это наши многодетные родители, которых, в принципе, не ждут, но всегда бывают рады. Это инвалиды, в действительности которыми не хватает часто на простые вещи, как нам кажется, печенье, конфеты. То есть все благополучатели, они нами изучены, то есть это не паразиты, которые пользуются такими акциями, а это действительно нуждающиеся люди. А кто все-таки в этом году будет благополучателями? Это также многодетные семьи. Это дети из малообеспеченных семей, которые ждут от Деда Мороза игрушки, и поэтому будет проходить акция «Подарок от Деда Мороза». Это общество инвалидов Ленинского городского округа. Это общество диабетиков тоже Ленинского городского округа. Местные жители, соседи, здесь акций много, и в каждой акции мы назначили благополучателей, то есть и есть организаторы, которые отвечают конкретно за свою организацию и за своих людей. Ассоциации многоквартирных домов отвечают за акцию «Помоги соседу». Здесь много акций, и в том числе и внесший ковид, это витамины для врачей. Все это будет проводиться с помощью всех общественных объединений, которые зарегистрированы в основном порядке уже в нашем городском округе. Но все-таки, как правило, такая благотворительная неделя ограничивается не только сбором денег, сбором продуктов, но еще какие-то другие мероприятия проходят. Что ждать в этом году? Ну, в этом году это одно из новшеств – это книги, книги на дом, акция проходит. Также мы будем школы подключать, и они подключились с удовольствием. Это те же самые кормушки для птиц, для животных, все это будет делаться, чтобы дети уже с измыльства чувствовали то, что необходима забота о ком-то, кроме себя. Ну, а в заключение нашей беседы вы можете обратиться к нашим телезрителям. Дорогие друзья, я призываю вас посетить все места, где будут проводиться акции «Щедрая корзина», «Подарок Деду Морозу» и другие акции. Посещать, не лениться и помогать людям, нашим соседям, нашим близким. Большое спасибо за эту беседу. Добрых дел действительно много не бывает. А я напомню, что у нас в гостях был Феликс Джамалиев, председатель Координационного совета общественных объединений Ленинского городского округа. Продолжение следует...